Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. Первое занятие в открывшемся после реконструкции Доме культуры поселка Петровское. Хороший ремонт получился. Очень понравилось нам. Отчет руководства сельского поселения Молоковское о работе за минувший год. Вы видите, уважаемые жители поселения, что с каждым годом наше поселение становится все более комфортным и удобным для проживания. Благотворительный футбольный матч в поддержку Ильи Чеснокова. Конечно, новость грустная, но мы все понимаем, что Илья как и Наполье, так и в жизни человек сильнее, поэтому мы верим, что с ним все будет хорошо. И, конечно, так и будет. В открывшемся в конце января после реконструкции Дома культуры в поселке Петровское прошли первые занятия. Уроки из-за студии театрального кружка посетили юные жители поселка и ближайших поселений. В каких условиях теперь занимаются дети, смог оценить депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. На территории поселка Петровский после реконструкции открылся бывший Дом офицеров. Этого события местные жители ждали с нетерпением. Как мы видим, исторический облик здания полностью сохранен. Торжественное открытие после реконструкции бывшего гарнизонного клуба офицеров состоялось в конце января. И вот в обновленном здании прошли первые занятия. В Петровском ДК заработал филиал досугового центра «Юность». Осмотреть восстановленный Дом культуры и оценить, в каких условиях занимаются дети, приехал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Экскурсию начали с концертного зала, где в это время проходила репетиция театрального коллектива «Содружество». Здесь у нас только была вокальная студия, а сейчас у нас уже и зо началось заниматься. Ну, то есть потихонечку вот театральная студия. Ну, слушай, зал шикарный. Да? Больше. Больше. Затем Вячеслав Фетисов отправился в творческую мастерскую. Там проходило первое занятие из-за студии. Тепло. Очень тепло. Да, шикарная мастерская. Светло. Светлое просторное помещение, новая мебель, удобные современные мольберты. Словом, в мастерской есть все необходимое для того, чтобы творить. Одна из учениц подарила Вячеславу Александровичу собственную картину. Далее депутат осмотрел местную библиотеку, гримерку, зал для занятий, танцами и даже туалеты. Увиденным Вячеслав Александрович остался доволен, заявив, что такие дома культуры, где жители смогут собираться, общаться, раскрывать свои таланты, должны быть повсеместно. Я здесь был пару лет назад, полуразрушенное здание, с хорошей концепцией, которая была задана много лет тому назад, но в ужасном состоянии. Заняло определенное время для того, чтобы передать здание местной власти. Да, и местная власть как раз сделала то, что она должна сделать. Отремонтировала, привела соответствие, наполнила содержанием. Мы все-таки будем продолжать работу из-за студии. Также мы будем вводить секцию единоборства. У нас уже есть тренер Артур Варданян, который уже набирает группу, и они уже здесь будут работать. Театральная студия также будет продолжать свою работу на данной сцене. Местные жители тоже рады обновлению дома культуры и с нетерпением ждут, когда он откроет двери для общественных организаций поселка. Пока нам не объявили, где будет комната совета ветеранов, общественности. В целом ремонт и назначение, и состояние помещения прошелся я по всему клубу полностью. Хорошие. Только в восторге, только радоваться. Хороший ремонт получился. Очень понравилось нам. Хороший зал, хороший клуб вообще. Сейчас здесь секции открывают для детей. Смотрим сейчас, может себе подберем еще какую-нибудь секцию. В данный момент в Доме культуры набираются группы на занятия хореографией и восточными единоборствами. Записаться может любой желающий. В сельском поселении Молоковское состоялся отчет главы и руководителей местной администрации по итогам проделанной работы в 2018 году. Мероприятие посетили сотни жителей. Сейчас в поселении непростая обстановка. Остро стоит транспортный вопрос. Отчет помог прояснить ситуацию. О чем еще доложили представители власти, узнаем в сюжете Юлия Погасьян. Молоковское сельское поселение – активно развивающаяся территория Ленинского района, где стремительно увеличивается количество населения. Приоритетом для местной власти является постоянная работа с жителями, встречи, собрания, обмен идеями. Благодаря конструктивному общению удалось значительно улучшить качество жизни в поселении. Продолжается строительство детских площадок, благоустройство дворовых территорий. Самым важным достижением 2018 года является строительство и открытие Молоковской участковой больницы. Много еще предстоит сделать для качественной работы больницы. Но уже сегодня можно сказать, что больница работает, принимает жителей, оказывает медицинские услуги, которые в дальнейшем будут только увеличиваться и улучшаться в качественном показателе. Средств на реализацию всех задуманных в прошлом году планов в бюджете поселения вполне хватило. На это в своем докладе обратила внимание руководитель местной администрации Любовь Тарабрина. Традиционно большую долю бюджета потратили на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. На втором месте культура – еще одно приоритетное направление. В поселении идет активная работа с молодежью, ветеранами, организуются праздники. Вы видите, уважаемые жители поселения, что с каждым годом наше поселение становится все более комфортным и удобным для проживания. На отчете присутствовал глава Ленинского района. Во время своего выступления Валерий Венцель сделал акцент на обязательствах строительных компаний при возведении новых домов. В частности, упомянул о школе, сроки сдачи которой затягиваются. Мы будем дожимать, чтобы в конце 2019 года школа на 1100 мест у нас все-таки появилась. Таким образом, дефицита в школах у нас не будет в поселении Молоковском. Поверьте, с вводом в эксплуатацию школы на 1100 мест у нас проблемы со школьными местами и со второй очередью, так называемой, в сельском поселении Молоковское, она исчезнет. Обстановкой в поселении жители довольны. Говорят, благодаря развитию территории и люди стали добрее. Инфраструктура все нормально стала, отлично. Доволен всем. Я работаю в детском саду, дети стали лучше, родители стали добрее. Коллектив у нас замечательный. Все у нас делается, ну просто, ну все хорошо. В 2019 году в планах у местной администрации продолжить курс активного развития Молоковского сельского поселения. И при поддержке главы Ленинского района и губернатора Московской области, наконец, решить насущные вопросы с дорогами и транспортом. Юлия Погася, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудниками полиции пресечен нелегальный оборот алкогольной продукции. На территории Ленинского муниципального района выявлен факт незаконного хранения партии фальсифицированного алкоголя. В ходе проверки складских помещений на 21-м километре Варшавского шоссе установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, маркировки и сопроводительных документов. Обнаружено около 58 тысяч бутылок водки, коньяка и пивных напитков различных наименований, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки алкоголя. В помещении находилось четверо людей, трое разнорабочих и водитель. А кто вам платит? Мы не знаем кто. Нам осылают машины. Не знаю, да, нам говорят, там заплатят. А мы идем, возьмем. А никого не отдают. Тысяча рублей в день у вас? Одна тысяча рублей в день вам платили? По данному факту, следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело. Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание поставщиков и фактических собственников фальсифицированного алкоголя, а также мест сбыта поддельной продукции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В давнем новшестве. Платформа депутат, позволяющим получить исчерпывающую информацию о народных избранниках. У каждого депутата есть свой личный кабинет, есть свой аккаунт. И любой человек, любой житель, любой территория может спокойно зайти на эту платформу и посмотреть, что депутат сделал, чем он занимается, что он делал вчера, какие у него планы и так далее. И вот это очень здорово. Я уже зарегистрировался, конечно. И в нашем муниципалитете, по словам председателя Совета депутатов Станислава Радченко, парламентарии быстро отреагировали на это нововведение. У нас фракция состоит из 16 человек. 15 на данный момент уже успешно зарегистрировались в этой информационной платформе. Далее собравшиеся перешли к основному вопросу заседания – совместных планах на 2019 год. Так, представителями власти принято решение максимально вовлекать подрастающее поколение в политическую и общественную жизнь. Ведь это не только своеобразный глоток свежего воздуха, креативные идеи, но и в том числе дополнительный контроль. А круг интересов молодых активистов достаточно широк. В этом году мне хотелось бы выделить несколько направлений, в которых мы будем вести работу. Это экология, молодежь, культура и спорт, добровольничество. Что касается молодежного парламента, то появился он совсем недавно, в декабре 2018 года. И хотя еще не проведено его первое заседание, но все 15 избранников уже приступили к активным действиям. Мы приняли участие в мероприятии, посвященном дню студента, а также 2 февраля, в эту субботу, состоится мероприятие, называется «Женской строки». Это будет концерт, посвященный мальчику Илье Чеснокову, который болеет сложным онкологическим заболеванием. Об Илье Чеснокове воспитанники спортивной школы «Олимп» наш телеканал уже рассказывал два года назад. Тогда юноша впервые столкнулся с онкологическим заболеванием и, к счастью, смог выкарабкаться. Однако сейчас случился рецидив, и спортсмен вновь нуждается в помощи. В честь своего друга игроки «Олимпа» провели футбольный матч. На поле они вышли в одежде с надписью «Илья, мы с тобой». Екатерина Коваленко расскажет о состоянии молодого человека и о том, что помочь ему в силах каждого из нас. «Илья, мы с тобой». В футболках с такой надписью вышли на матч воспитанники спортивной школы «Олимп». Эта игра для них особенная. Ведь она важна не только результатам, но и тем, что ребята посвятили ее своему другу Илье Чеснокову. Страдающему от онкологического заболевания. Больше двух лет он играл с ними в одной команде. На поле выступал в роли центрального полузащитника и мечтал стать знаменитым футболистом. Но суровый медицинский диагноз внес печальные коррективы. Ребята играли, чтобы Илья увидел это потом по телевизору игру. И все делали для него, чтобы он порадовался и поднять ему настроение. И юным футболистам это удалось. Победив домодедовскую команду «Авангард» с уверенным счетом 4-0, ребята после двух этапов лидируют в зимнем первенстве Москвы. А после успешного выступления спортсмены подарили Илье Чеснокову символическую футболку. Мы всей командой расписывались ему и каждый от себя давал ему пожелания. То, что он желает. Допустим, я пожелал здоровья ему. История болезни Ильи началась еще два года назад, когда врачи впервые выявили коварный недуг. К счастью, тогда его удалось преодолеть. Но сейчас случился рецидив и молодой человек вновь оказался прикованным к больничной койке. Как врачи сказали, тяжелый случай, в тяжелом состоянии. У него опухоль головного мозга и опухоль спинного мозга. В результате этого паралич ног случился. Но реабилитологи сейчас восстанавливают его. То есть ногами он двигает спокойно. То есть потихоньку приводит чувства. Известие о страшном заболевании Ильи Чеснокова еще больше объединило и без того сплоченную футбольную команду. Ребята регулярно навещают товарища, созваниваются с ним. Делают все, чтобы он не подал духом и знал, что друзья всегда рядом. Я каждый день практически пишу, когда возможность есть. И каждый день, ну раз в неделю еду к нему. Я вот в понедельник был у него. Впрочем, поддерживают футболисты своего друга не только морально, но и материально. Сейчас как никогда Илье нужна финансовая помощь. И оказать ее может каждый желающий, пожертвовав любую сумму на лечение юноши. Сейчас на экране вы видите реквизиты карты Сбербанка, которая принадлежит Илье Чеснокову. Конечно, новость грустная, но мы все понимаем, что Илья как Анаполь, так и в жизни человек сильный. Поэтому мы верим, что с ним все будет хорошо. И, конечно, так и будет. Мы тоже верим, что Илья обязательно справится с болезнью и вернется к обычной жизни, друзьям и спорту. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. Традиционно в конце января в Видновской школе номер 7 проходит фестиваль детского творчества «Музыкальная гостиная». В нем принимают участие педагоги и воспитанники детских дошкольных учреждений. Год от года это мероприятие становится все более эффектным и красочным. Оценил умения маленьких актеров и музыкантов Максим Козлов. Минута до начала фестиваля «Музыкальная гостиная». Откроет концерт танец воспитанников детского сада номер 1 «Журавушка» под оркестровое вступление к опере Хаванщина Модеста Мусоргского. Кто-то волнуется, а кто-то вовсе нет. Танец готовили мы в течение месяца. Танец у нас «Солнце с лучиками», «Рассвет» на Москвореке. Но вы-то волнуетесь за своих подопечных? Мы всегда волнуемся за наших детей, очень переживаем за них. Но знаем, что они справятся. Волнуетесь, нет? Нет! Музыкальная гостиная проводится в «Видном» уже в 12-й раз. И каждый концерт посвящен творчеству определенного писателя или музыканта. В этом году основой фестиваля стала музыка Модеста Петровича Мусоргского. 21 марта весь мир будет праздновать 180 лет со дня рождения этого выдающегося композитора. В концерте приняли участие более ста дошкольников из 15 образовательных учреждений. Главные ценители творчества, педагоги, руководители детских садов, родители. Впрочем, некоторые из них побывали сегодня и на сцене. А пока мои творения не поставят в рамки, я вам силой вдохновения нарисую замки. Симфоническая музыка не самая легкая для детского восприятия, а потому одна из целей фестиваля – образовательная. Благодаря ему маленькие артисты постигают жанровое и эстетическое разнообразие музыкальных произведений. Все дети по-разному воспринимают музыку. Одни настроенные более серьезно, другие легкомысленно воспринимают ее. Если музыкальный руководитель часто с детьми занимается, да, вот именно слушанием произведений великих композиторов, то они тогда с легкостью будут это воспринимать. В концерте можно было услышать множество произведений Модеста Мусоргского. Но основой представления стал, наверное, самый популярный цикл пьес – картинки с выставки. Каждый номер – это маленькая история с красочными костюмами и потрясающими декорациями. Воспитанники детского сада «Лукоморье» представили постановку «Лиможский рынок» на музыку из цикла «Картинки с выставки». Готовились к выступлению всем миром. В декорации мы делали что-то своими силами. Конечно, нам помогают родители. У нас есть родители, которые настоящие дизайнеры. Вот корабль делали у нас, мама делала, она дизайнер. Костюмы шили сами, педагоги. Самое удивительное в этом представлении, что общей для всех репетиции не было ни одной. То есть целиком, от начала до конца концерт не прогонялся ни разу. При этом все проходит четко, без пауз и перерывов. Мы собираем сначала все номера, которые есть у всех садов. И потом пишется определенный сценарий, берутся какие-то герои и делаются определенные логические связки. И распределяются эти номера в определенном порядке. Неизменно в конце каждого выступления звучали заслуженные аплодисменты. Нынешний фестиваль действительно получился очень эффектным и красочным, что отметили и представители управления образования администрации Ленинского муниципального района. Я в восторге и постановкой номеров, и как дети подготовлены. Во-первых, как они это воспринимали, и как они четко слушают музыку, и умеют ее воспроизвести в танце, в оркестре. Вот все это мне очень понравилось. Фестиваль «Музыкальная гостиная» – это прекрасный повод для общения детей, воспитателей, родителей. А потому замечательно, что в Ленинском районе есть эта традиция. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И о погоде. В субботу будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Днем и ночью температура минус 2, минус 4 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова